Жители Мордовии еще по чуть-чуть и побили рекорд июня 2023 года, когда аферистам удалось под разными предлогами украсть 37 миллионов рублей. В октябре сумма ущерба немного превысила 30 миллионов. Старые схемы обмана продолжают приносить прибыль аферистам. Это, например, телефонные звонки, лыжи сотрудников банков и правоохранительных органов. Таким способом во второй месяц осени жулики обманули 38 человек, а ущерб составил 19,5 миллионов рублей. Почти 7 миллионов рублей передали мошенникам 23 местных жителя, планирующие заработать на электронных торгах. Порядка полтора миллиона рублей 27 потерпевших лишились во время продажи и покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, в социальных сетях, на платформе популярных маркетплейсов. Классическая схема обмана «Ваш родственник попал в ДТП» тоже остается актуальной, особенно среди пенсионеров. Звонок всегда начинается с ужасного известия и мошенники играют на эмоциях. Ваша Аня переходила дорогу на заключающий красный свет светофора, тем самым спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Девушка-водитель, чтобы не сбить вашу Аню назвать... Однако истинный смысл, скрывающийся за уверенным голосом неизвестного, абсолютно иной. Полицитские из Красноярского края, отслушав десятки записей разговоров жертвы аферистов, расшифровали их настоящее послание. Таким образом, потерпевшие из Мордовии перевели мошенникам в октябре 1 миллион рублей. Еще 135 тысяч потеряли пятеро жителей Мордовии, поверившие, что переводят деньги своим знакомым. Всего же в отделы полиции заявлениями в октябре обратились 111 человек. Общая сумма ущерба с начала года составила 290 миллионов рублей. Полицейские призывают каждого жителя Мордовии проверять полученную информацию, а лучше просто не брать трубки с незнакомых номеров. Анастасия Семушева, программа «Происшествие».